Абдулхамид Чулпан родился в городе Андижане в 1897 году. Своё образование Чулпан начинает в традиционной местной школе-медресе, где помимо изучения обязательной учебной программы, активно интересуется философией, логикой и историей, увлекается поэзией. Будучи политологом, Чулпан в оригинале читает произведения великих поэтов Востока как Ферда Уси, Саади, Хафиза, Омара Хаяма. Позднее, став учеников русско-туземной школы, он знакомится с наследием великих русских классиков, как Пушкина и Достоевского. Творческий путь писателя начинается с публикации стихотворения родственникам-туркистанцам в газете «Садо» и «Туркистон». Позднее в этой же газете публикуется статья Чулпана «Что такое литература» и рассказ «Доктор Мухаммад Диор». Многогранный талант Чулпана раскрывается в полную силу. В 1917 году он пишет драму «Халил искусник», в 1920 году пьесу «Яркиной», один за другим выходят поэтические сборники, как «Пробуждение», «Источники», «Утреннее очарование», «Солс». В 1924 году некоторые стихотворения Чулпана были изданы на русском языке в переводе Самуловича. В 1936 году выходит роман писателя «Ночь и день». Это произведение Чулпана, вершина его творчества, оказало огромное влияние на формирование традиций узбекского романа. Чулпан проявляет также яркий талант драматурга. Десятки пьес его авторства не сходят с подмостков театров. Талантливый переводчик Чулпан перерабатывает на узбекский язык путешествия по Европе Лохоти, Дубровского и Бориса Гогунова-Пушкина, мать и Егора Буйчева, Горького, Гамлета, Шекспира. Чулпан много путешествует по стране, побывав в Оренбурге, некоторое время проработав в Москве. Понимая огромное влияние, которое оказывает литература на общественные сознания, руководство страны придавало большое значение формированию новой социалистической культуры. Политизация узбекской литературы одновременно проходила в русле новой национальной политики советского руководства. В Узбекистане, как и в других советских республиках, разворачивается идеологическая борьба с буржуазным национализмом. Документы того периода все чаще содержат критику в адрес нового поколения писателей за слабое освещение борьбы против классовых врагов. Разворачивается компания массовых чисток, направленная против творческой интеллигенции. Среди попавших под политическую чистку оказался и Чулпан. В 1937 году Чулпан был арестован и через год, 5 октября 1938 года, расстрелян.